До топливного кризиса 1970-х годов большая тройка уже хорошенько набила руку в постройке автомобилей для дрэга, настолько, что некоторые заводские дрэгстеры вплотную приблизились к вожделенным 10 секундам, о чем мы рассказывали ранее. После того, как все негативные последствия кризиса были преодолены, соперничество Грандов продолжилось и продолжилось с удвоенной силой. Chevrolet C.O.P.O. Camaro в предыдущем материале мы не упомянули, что первые C.O.P.O. Camaro создавались дилерскими центрами Chevrolet еще в конце 60-х. Полноценное возрождение суббренда C.O.P.O. Central Office Production Order состоялось в 2011 году с дебютом дрэггового концепта Camaro на выставке SMA. С тех пор Chevrolet совместно с UX Performance Build Center ежегодно выпускает 69 гоночных машин, которые на дистанции в четверть мили могут выйти из 9 секунд. Новейший C.O.P.O. Camaro 2018 года предлагается с тремя двигателями на выбор, которые агрегатируются с трехступенчатой автоматической трансмиссией AT-IT H400 и развивают около 600 лошадиных сил. Машины регламентированы под классом HR-Race Top Eliminator, не имеют VIN номера и, соответственно, не допускаются на дороге общего пользования. Ford Mustang Cobra Jet Mustang тоже давно является членом семьи NHRA из 1968 года. Поскольку в этом году модель празднует свою 50-ю годовщину в профессиональном дрэгрейсинге, в апреле подразделение Ford Performance анонсировало новую Cobra Jet, дебют который должен состояться на выставке SMA этого года. По предварительной информации, новая реактивная Cobra, оснащенная высокофорсированным двигателем V8-ю объемом 5,2 литра, будет проезжать Квотер примерно за 8 секунд, при этом скорость на выходе будет превышать 240 км в час. Впрочем, и нынешняя Cobra Jet, выпущенная тиражом около 100 экземпляров, едет едва ли хуже. Dodge Challenger Mopar Drag Pack Хотя результаты Challenger Demona Quotery грандиозны для гражданского автомобиля, они серьезно уступают тому, что может продемонстрировать сугубо дрэг-стриповый Challenger Drag Pack, который способен ехать на задних колесах почти полторы секунды, а на дистанцию в 402 метра тратит 8 секунд небольшим секунд. Производство подобных машин подразделения Mopar осуществляет с 2009 года, за это время под капот своих ультимативных челленджеров Mopar-овцы ставили разные двигатели, вплоть до V10 от Dodge Viper. Сейчас же предлагают два мотора, побольше, но атмосферные или поскромнее, но с компрессором оба, разумеется, восьмицилиндровые. Учитывая недавние обновления у Ford и Chevrolet, можно ожидать, что и у Dodge скоро появится новый Drag Pack. Dodge Charger RT Mopar Funicar в самые скоростные эшелоны дрэг-рессинга, где выступают автомобили на «высшем топливе», тоже не обходятся без внимания крупнейших автопроизводителей. Этот Charger RT Funicar не имеет ничего общего с одноименным седаном, однако создавался при непосредственном участии Dodge Mopar для Мэтца Хигена и Жека Бекмана. Иными словами, купить такой Dragster невозможно, сперва нужно доказать свой талант и тогда, может быть, кто-то наверху обратит на вас внимание. Под легчайшим Charger подобным кузовом Funicar располагается легкая трубчатая рама, внутри которой установлен 8-литровый V8 секунд нагнетателем. Работающий на нейтрометане мотор развивает около 10-ти тысяч лошадиных сил и позволяет машине делать каждый заезд вопросом 4 или 5 секунд. Скорость на финише при этом может доходить до 500 км в час. Форд Мустанг GT Funicar соперником Charger, долгое время был Мустанг GT, построенный подразделением Ford Racing для Джона Форса, однако несколько лет назад Форд свернул программу выступлений в классе Top Fuel, чтобы вернуться в этом году. В году, пока что сполна оценить потенциал нового дорогового Мустанга, не представляется возможным, но предыдущие поколения, щеголявшие спонсорскими наклейками Castrol, разменивало четверть мили за 4,1 до 5,2 секунды, в зависимости от трассы и времени реакции гонщика. Джон Форс на новом Мустанг не поехал, и причина тому проста – Chevrolet Camaro SS, Funicare ветерана на HR и Джон Форс после ухода в Ford стал частью команды Chevrolet, где выступает до сих пор на прототипе Camaro SS. Монстр мощностью 10 000 л.с. провел многие месяцы в аэродинамической трубе, по заявлениям Форса, обладает отменной стабильностью на высокой скорости, что в дрэг-рейсинге крайне важно, как в лучшие времена почти бесплатного бензина. Борьба между американскими автогигантами в дрэге сегодня идет на самом высоком уровне, где решающими оказываются доли секунды. А ведь начиналось все с облегченных серийных машин им иллюстрации из открытых источников.